я приветствую всех на канале 18 суток и сегодня мы с вами будем готовить сверх острый ферментированный соус для приготовления супер острого ферментированного соуса мы будем использовать несколько сортов разных перцев и морскую соль у нас здесь пхуджалоки мару аскорпион севенподы шоколадный хабанера хабанера рецовина очень очень много сортов я выращиваю больше более 200 сортов разных так что я себе могу позволить делать любые соусы на любой вкус такие вот перчики количество перцев можно брать произвольно вы можете взять полкило килограмм 234 так сейчас нам надо будет что нам надо будет почистить удалить все семена с перца и подготовить его для дальнейшей ферментации и также нам еще понадобится чесночок где-то на 400 грамм 3 зубочка чеснока так я буду делать но я взял 10 зубочков сейчас почищу перец и порежу мелко чеснок и добавлю в сам перец чеснок измельчаем не очень мелко такими кусочками и добавляем его в перец вот я подготовил перец его почистил удалился семена такая большая куча у меня получилось здесь у меня полтора килограмма перца большая часть из него почти 90 процентов состоит из сверхострых сортов здесь находится у нас пхуджа локи тренидат мировой скорпион севен поды на галаш это сверх сверхострые сорта у которых рейтинг до 1 миллиона некоторых сортов до полутора миллионов это получится довольно острый соус теперь нам останется только немножко измельчить перец весь чтобы он плотно лег в банке этот перец мы сейчас взвесим и рассчитаем сколько нам уже будет соли берем вес и умножаем на 3 3 процента и мы узнаем сколько же нам нужно будет соли и второй рецепт мы сделаем немножко по-другому вот я почистил и порезал полностью весь перец разрезал в банке но перед тем как раскладывать по банкам надо этот перец взвесить чтобы высчитать какое нам нужно количество соли у меня получилось полтора килограмма перца полтора килограмма умножаем на 3 3 процента получается 50 грамм соли я разложил весь перец по банкам надо банки чтобы было какое-то расстояние до верха почему потому что при брожении вся масса увеличится она всплывет и газы будет все это выходить через верх через банку надо поставить какую-то тарелочку так теперь нам понадобится на каждую банку мы положим по одной столовой ложке ложки соли вот я подготовил воду берем теплую воду берем морскую соль берем столовую ложку с горкой морской соли и высыпаем воды можно брать любое количество потом все равно будем все добавлять и полностью разбавляем соль водичка здесь теплая когда разбавится соль добавляем холодной воды и будем заполнять водой полностью чтобы вода покрыла сам перец больше не надо и главное чтобы перец был накрыт жидкостью чтобы он не всплывал так сейчас пока растворяем соль так вот мы разбавили соль растворили сейчас добавим ее водичкой чтобы жидкость была холодная а теперь будем наполнять банк ну давайте с этой начнем надо хорошенько взболтать ее сейчас наберем еще водички водичку можно пока набрать на одну банку у нас получается равномерно распределение на две банки вот одна баночка у нас получается одна столовая ложка соли водичка главное чтобы водичка покрыла вот это мы все это смешаем вместе еще чуть-чуть набираем 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 вот чуть-чуть так так она у нас вода начинает потихонечку всплывать да все мы набрали одну теперь будем набирать вторую здесь нам придется чем-то прикрыть сверху перец чтобы находился под воду чтобы сверху перец не находился сейчас будем заливать вторую банку если вы будете ставить перец на ферментацию и у вас нет вот такой вот крышки с ситрозатвором тогда процентность соли вам придется увеличить на такую вот баночку придется взять литр жидкости на зависимости сколько у вас понадобится жидкости чтобы жидкость закрыла банку ну примерно где-то около литра вот на литр вот на литр на литр жидкости нам понадобится две вот такой вот горкой ложки соли вот одна ложка и вторая ложка разводим эту соль хорошенько если гридкости не хватит литра мы рассчитаем только надо добавить еще получается на 500 миллилитров на полу литра столовая ложка соли если вы будете закрывать это марлей если у вас будет закрыто все гидрозатвором вот и поставили ему три недели в течение трех недель нельзя открывать чтобы не попал туда воздух если вы будете закрывать марлей делаете на литр жидкости добавляете две столовых ложки соли так вот мы заливаем литр водички ну вот у нас еще не хватило где-то пол литра набираем еще пол литра и добавляем еще одну столовую ложку соли вот я развел еще пол литра без горки положил обычную ложку соли без горки вот смотрите вот все как раз у нас сюда ушло на такую банку полтора литра теперь закрываемся главное чтоб верхняя часть вот эта вся не всплывала закрываем крышечка и можем накрыть сверху марлей два слоя и все будет нормально и ставим на ферментацию итак мы заполнили жидкостью баночки теперь чесночок распределили ровно на две части одну часть засыпаем сюда вторую во вторую банку сейчас все это надо хорошо перемешать банки как вы видите стали часть поднялась хотя было где-то вот так вот насколько перец сам начал всплывать так теперь нам нужно будет еще перец прижать ну кто прижимает кружочками я с вами поделюсь одним секретом который знаю только я чем самое проще прижать хоть это перец хоть капуста что вы там еще сквасите все что угодно можно прижать этим способом сейчас я вам покажу его и вот я хочу поделиться с вами секретом у каждого из вас дома есть вот такие вот ведерки это с под майонеза вот берем вот такое ведерко снимаем с него такую вот крышечку теперь что мы делаем наш перец надо будет прижать берем крышечку и сгинаем ее она легко сгинается и таким вот макаром берем вот так вот переворачиваем вставляем в середину и бросаем все теперь надо с под крышечки выпустить воздух все вуаля все мы прижали хотите какой-то сюда положить груз небольшой чтобы оно вообще ушло ну как бы мне кажется этого вполне достаточно воздух который будет собираться после брожения он будет выходить сбоку если вы хотите как грубо говоря испортить эту крышку можно сделать здесь отверстие и воздух будет выходить сквозить отверстие как бы чтобы не собирался здесь под этим самым по центру вот так а здесь можно делать отверстие вот смотрите вынимается точно так же прижали согнули и вытащили точно так же делаем вторую банку все мы поставили крышечки прижали сейчас в банке поставим какие-то тарелки или какую-то емкость чтобы при брожении может подняться жидкость вытекать теперь нам остается завязать горловину марлей там два-три слоя либо поставить вот такие вот крышки я пользуюсь такими крышечками это просто супер это специально вот так вот это крышки с гидрозатвором берем крышечку тогда не появляется плесень в банках и в гидрозатвор наливаем водички все теперь эти банки ставим где-то в комнате желательно в темное место чтобы не попадались не попадал свет если у вас негде ставить их просто можно накрыть чем-то какой-то матери главное чтобы свет не попадал в банку и каждый день проверяем идет ли у нас процесс брожения и где-то займет две-три недели так что ну что будем ставить в шкаф я буду хранить в шкафу и будем смотреть как идет процесс брожения вот закончился процесс ферментации такой вот баночка и посмотреть такой нас перчик вот видите рассол прозрачный практически такая красота вот гидрозатвор с водичкой сейчас уберем крышечку она только одной рукой неудобно запах конечно суперовский сейчас я крышечку сниму потом покажу так сняли крышку вот у меня стоит стаканчик здесь с рассолом с этим крышка убирала и прижимала еще одну крышку вот у меня тут еще одна крышка вот рассол идеальный плесени практически нет он чуть-чуть плавает это естественно так должно быть это баночка у нас сделано по рецепту по второму рецепту это две столовых ложки соли на литр воды так вот эта банка у меня простояла 4 недели вот 4 недели шел процесс ферментации предыдущий рецепт я взвешивал и добавлял соль взвешивал вес перца и умножал на 3,3% этот рецепт простоял у меня то есть этот перец простоял у меня две недели и за две недели процесс ферментации закончился и вот у меня получился вот такой вот соус вот видите такой жиденький весь ферментированный соус он весь получается жидкий некоторые фирмы добавляют сюда заустители но я этого не делаю все должно быть естественно я не стал снимать первый рецепт и второй ну решил все таки обойтись каким-то одним и так вот у нас закончился процесс и нам сейчас надо будет слить полностью рассол и весь перец загрузить в блендер и измельчить чем мельче тем лучше почему потому что мы будем потом все это дело протирать через сито так сливаем весь рассол потом добавлю все в блендер красота запах конечно супер вообще бесподобный так все так все слили теперь будем добавлять все в блендер вот так выглядит перчик если можно посмотреть видите он весь практически целый мякоть все все сохранилось у него в первом рецепте где была одна ложка на банку осталась только одна кожица все остальное растворилась и процесс ферментации проходил две недели это с учетом того что на нем была крышка с гидрозатвором если без гидрозатвора процесс ферментации проходит в течение недели он очень быстро перекисает жидкость получается мутная и имеет такой резкий запах как вот капуста киснет очень-очень резкий ну хотя получается тоже очень вкусный но он более более кисловатый а вот этот который я делаю постоянно это ложь две ложки соли на литр воды как бы получается лучше и перец полностью сохраняется как вы видите вот даже цвет свой не поменял так теперь мы добавляем немножко сюда жидкости и начинаем измельчать так загрузили в блендер и наливаем водички водички желательно поменьше чем больше воды тем он будет у нас жидче тем более мы будем протирать его через сито так что мы загрузили немножко так я остался найти только где кнопку у меня здесь начинами измельчать мы измельчили на такой консистенции теперь берем сито и сейчас пока сняли так и будем перетирать вот оно стоя видите какое может сделать жидче вот у нас жидкость есть так так что мы можем если можно будет чтобы оно было более жидче мы можем потом добавить немножко водички и начинаем протирать можно протирать ложкой и все хорошенько хорошенько протираем оно быстро протирается как у нас получается жидкость запах конечно вообще суперский такой соус если не добавлять ни в уксус он может стоять больше года а если он будет стоять у вас в холодильнике он может постоять и на двух лет так измельчаем все хорошенько перетираем вот какой соус просто бесподобный запах просто это надо какая красота и так мы протерли у нас получилась такая суховатая масса ее можно выбросить а можно сделать с нее супер мазь эта мазь считается одной из самых лучших даже в аптеках не купите такой нам понадобится баночка всю вот эту массу мы перекладываем в баночку такое средство может храниться много лет оно очень хорошее при ушибах при полученных травмах это просто супер теперь все это дело мы заливаем растительным маслом вот вот все теперь мы его перемешиваем и оставляем настаиваться в течение 5 дней потом если у вас есть какие-то травмы ушибы отечность берете тампончик смазываете берете растительное масло которое стоялось на перце и можете прикладывать помогает просто просто супер очень быстро уходит отечность это супер супер лекарство так что не надо выбрасывать а можете применить себя дома так вот я прочер весь соус так ложка сейчас утонет у меня надо будет достать ее ныряет получился вот такой густой соус очень приятный очень вкусный при приготовлении таких соусов видите сколько получается у нас отходов довольно много отходов получается в этой банке там было можно сказать чуть больше половины банки перца и где-то вышло у нас наверное около полу литра жмыха теперь в этот соус мы можем добавить уксус можем не добавлять есть три варианта первый вариант это мы не добавляем и кушаем такой какой он есть без всяких добавок уксус мы можем добавить уксус на свой вкус ну к примеру я где-то на 2 литра соуса добавляю 250 миллилитров уксуса уксуса такой соус будет стоять около трех лет вы уксусом смягчаете сам соус уксус усилит вкус либо по европейским стандартам это третий вариант на литр соуса пол литра уксуса такой соус стоит без ограничения если он стоит в прохладном месте он может стоять до 10 лет так что тут уже выбирайте какой способ вам больше всего нравится но я все равно уксус добавляю просто соус становится мягче и более ароматный я в основном использую вот такой вот яблочный либо белый винный уксус вот я сейчас долил открою еще одну бутылку все хорошо перемешиваем не забывайте когда вы будете добавлять уксус соус станет намного жидче я говорю можно использовать какие-то загустители я я стараюсь ничего не добавлять чтобы все было таким как оно есть если хотите чтобы соус был у вас устой тогда вам придется не добавлять уксус хотя высота мне кажется если посмотреть вполне приемлемая уксус сюда надо будет еще где-то 400 уксуса он будет чуть-чуть может быть жидче и разливаем по бутылочкам и храним храним в прохладном месте если вы вольете на литр пол литра то можно хранить при любых условиях вот результат у меня получился по второму рецепту с килограмма перца вот бутылочки по 250 миллилитров это у нас получилось литр 250 с первого рецепта там было полтора килограмма получилось 3 литра ну как бы первый рецепт там более бурно идет процесс ферментации и практически можно перец как бы разлагается его остается жмых остается очень-очень мало во втором рецепте жмых остается больше выход соответственно меньше единственная разница между первым и вторым рецептом это то что если у вас нету вот таких вот крышечек то первый рецепт вам не подойдет процесс ферментации будет проходить очень быстро в течение недели просто напросто у вас соус перекиснет и будет у него довольно таки такой резкий запах и вкус будет такой резкий например как у квашеной капусты а если использовать вот такие вот крышечки запах запах будет очень приятный такой насыщенно перечный ну под марлей он не годится а вот второй рецепт можно использовать как крышки и также точно и марлей если крышек нету ну здесь соответственно больше надо ложить соли и процесс ферментации идет четыре недели в первом же всего две недели так что вот такой вот соус вот он такой вот полустой полужидкий какой-то непонятной консистенции очень вкусный так что на этом я заканчиваю пишите комментарии всем пока пока